Мустамяя Мустамяя сегодня это любимый таллинцами зеленый район со своим шармом и со своей историей. До начала 1960-х годов здесь находились огороды и построены во время Второй мировой войны бараки. Но по генеральному плану строительства именно здесь суждено было появиться первому жилому микрорайону столицы Эстонии. Это первый район, микрорайон, так скажем, на моей памяти, который заложили еще с советских времен, с 60-х годов, начиная с Академии. Он рос постепенно, да, естественно, люди, это первая всегда, это первая любовь, так скажем, она всегда останется в душе. В новом районе все было по-новому. Стали появляться современные многоквартирные дома. И многие жители смогли получить свою заветную собственную квартиру. Но были в новом районе и определенные неудобства. Транспорт. Пока не были построены основные транспортные магистрали района, бульвар Сыпруза и улица Мустамяя, жителям, чтобы добраться до центра города, приходилось подниматься в нынме на электричку. И даже запущенные автобусы не спасали положение. Если вы не обладали определенной физической подготовкой и острыми локтями, то об автобусе можно было забыть. Не протолкнуться. Счастливчиками считали тех, у кого было свободное время, чтобы таки дождаться своего автобуса. Немного неприятной ситуации, согласитесь. Нужно было что-то делать. Были идеи связать районы трамваем. Но от этих планов быстро отказались. И на помощь пришел он. Красавец-троллейбус. Что делает троллейбус троллейбусом? Рога, скажете вы. Только приемники скажут работники троллейбусного парка. Уже в 1940-х годах пошли разговоры о необходимости троллейбусов на дорогах города. Но не сложилось. А первая троллейбусная линия была открыта аж в 1965 году. Появившиеся на дорогах транспортные диковинки вызывали удивление у детей и взрослых. Помню, если я пацаном отец водил, так скажем, ходили в городе, с троллейбусным ртом смотрел. Потому что транспорт неизвестный. Как это он на двух палках там ездит? Что это такая за техника интересная? Самое горячее для троллейбусов время действовало 9 троллейбусных линий. Сегодня троллейбус – это для многих часть повседневной жизни. А для Михаила – еще и значительная часть профессиональной жизни. Он начал работать водителем троллейбуса еще в 1986 году. Если не изменяет память, да, я женился в 1986 году и пошел в троллейбусный парк на курсы. Михаил – не просто водитель, а человек, которого называют загонщиком депо. Сейчас я загонщик депо, так скажем, называемый. Это человек, который может, наверное, и задом, и передом, и боком. За столько лет Михаил чего только не видел и на каких только троллейбусах не ездил. Ситуации бывали разные. Да, было такое, что троллейбусы застревали, скажем так, штанги или где-то на таких участках, спецчастях. Бывало такое, что даже, да, попросишь, люди выходили, толкали троллейбусы. Ого! Да? Помогите, пожалуйста, толкнуть. Сегодня по нашим дорогам колесят новые удобные троллейбусы, на которых кататься – одно удовольствие, и управлять ими проще. Это, конечно, мягче. Это более комфортабельные троллейбусы сейчас в данном случае. Водителям очень легко, конечно, на них работать. В отличие от более шумных старых, более неповоротливых и более тяжелых, скажем так, тоже. Потому что я начинал с 79-го троллейбуса, а это было еще вообще старые школы, такая полукруглая, двухдверный троллейбус. Да, да, да. Так что техника меняется, техника обновляется, и, естественно, с каждым разом, с каждым годом все лучше и лучше. Но есть в нашем троллейбусном парке еще раритетный троллейбус – на резервный случай. И главное – он все еще на ходу. Я не могла упустить такую возможность. Это же как прокатиться на машине времени. Вам довелось вообще ездить на таких ретро-троллейбусах, когда они на линии были? Да. И этими троллейбусами, что были перед этим квадратными, еще круглые троллейбусы были. Желтые, да? Желтые. Тем более, когда я был еще маленький мальчик, у меня бабушка и дедушка жили тут рядом. И я каждый раз отсюда мимо пошел на троллейбус. Я смотрел через заборы троллейбуса и мечтал, чтобы тут работать. И вот и тут я работаю. Но шутки шутками, а поддерживать троллейбусы в порядке – дело серьезное. И этому уделяется довольно много внимания. Мы называем это «Первый пролет». И тут работа действуется ночью. Тут сделаются маленькие ремонты, проверка. И каждый день как обслуживание маленькое такое. Всех троллейбусов? Скажем так, что ночью пройдут раз в месяц каждый троллейбус отсюда. Тут проверят снизу, проверят сверху, меняют лампы. Такие маленькие работы. Каждую ночью. Поэтому тут и сейчас тишина. А ремонтные работы могут быть разной сложности. И выполняются они в так называемых пролетах. Для ремонтных работ есть различные очень интересные станки и приспособления. Это еще из советского времени. С этим кибаем металлу. А куда? Куда идет лист металла? Лист металла сюда. А, туда идет? Сюда идет, и это кибает. Ой, а это что-то вообще интересное. Как будто кассы такие работают. Да, это келетин. С этим режут листы металла. Суровый прибор, конечно. Ну и, конечно же, попасть в троллейбусное депо и не сесть за руль было бы упущенной возможностью, о которой бы я жалела всю оставшуюся жизнь. Этого я допустить не могу. Ой, сколько кнопочек. А можно что-нибудь нажать? Дверь можно закрыть. Магия. Но чтобы управлять троллейбусом, нужно получить права. У меня таких прав нет. Так что буду пассажиром. Я карточку забыла. Можно зайти? Моя. Ура! Иди, девчонки. Кстати, среди людей, которые помнят старые троллейбусы, до сих пор ходят в страшилке о том, как кого-то зажало в дверях. В современных троллейбусах все продумано. Очень интересно, а что будет, если я не успею выйти и застряну там? Больно будет? Слава богу, нет. Там у каждого троллейбуса есть система безопасности. Если кто-то остается между дверей, тогда двери автоматически откроются. И троллейбус не может ехать. Район Мустаме обладает своим уникальным шармом. И если вы хотите ощутить дух района, можете прокатиться по нему на троллейбусе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова